Это в принципе не пресс-конференция в классическом смысле слова, как те люди, которые задают вопросы, не вполне журналисты, точнее так, не всегда журналисты, или не очень правильно понимают собственную роль. Было много выражения благодарности, приглашения приехать в гости, решить проблемы со строительством чего-нибудь. В этом смысле происходит смешение жанров пресс-конференции прямой линии президента. Многие на самом деле это путают и правильно путают, потому что, в общем, собственно, журналистка работы там было очень мало. Единственный, пожалуй, по-настоящему журналистский кейс произошел под самый конец, когда Путин сам ошибся, решив, что девушка, которая держит плакат с надписью «Семьян», заговорит о приятных ему вещах, о традиционных ценностях, поддержке семей, может быть, православии даже и так далее и тому подобное, а получил в ответ на это совершенно ужасный вопрос про дочерей, но, как мог, выкрутился. Скажите, пожалуйста, когда вы признаете, что они ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров? Вы сейчас упомянули одну женщину, упомянули вторую, вы же не все рассказали, наверное. Естественно, все обсуждают его слова про то, что можно убрать из Конституции слово подряд после словосочетания двух сроков, из чего делается вывод, наверное, преждевременный, что нам грозит в этом смысле либерализация Конституции и преемник Путина не сможет просидеть больше двух сроков подряд. Что можно было бы сделать? Отменить оговорку подряд. Два срока подряд ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд, но можно было бы ее отменить, наверное. Мне-то кажется, что, в общем, Путину все равно, что сейчас говорить за четыре с половиной года до следующих выборов. Он с публикой работает как хозяин кошки работает с этой самой кошкой, бросая ей какой-нибудь предмет, наблюдая за тем, как она на него кидается. Вот здесь то же самое. Он же произнес еще одну фразу, что, может быть, мы двинемся к парламентской республике, но из этого можно сделать виду, что он будет спикером парламента и в этом уже качестве будет де-факто возглавлять государство, и де-юре тоже, а вот какой-нибудь президент, он будет уже церемониальный, какой-нибудь пожилой, заслуженный человек. И таких у нас будет очень много из его окружения как раз пожилых, заслуженных патриархов, как раз войдут в те лета, когда можно возглавлять ритуальной должностью. Поэтому, на самом деле, с одной стороны, он как бы запустил вот этот механизм обратного отсчета до своего следующего избрания или избранного преемника, или изменения Конституции, а с другой стороны, это мало что значит. С другой стороны, это, в общем, так, игра, игра в слова. Зато были сказаны довольно существенные вещи, точнее, еще раз подтверждена его была позиция по разного рода историческим вопросам, особенно по пакту Молота Риббентропа. И особенно интересно, что теперь мы все будем ждать его статью на эту тему. Салин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. Да, был подписан пакт Молота Риббентропа и их секретные к нему приложения. Это правда. Обращаю ваше внимание, и это очень важно. Советский Союз последним, это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Он идет по пути Мединского, который про пакт Молота Риббентропа написал, по пути Нарышкина, который написал про то же самое. Идет оправдание сталинской политики, а раз она оправдывается, значит, она становится модельным образцом таким для нашей внешней политики, что, в общем, де-факто и происходит. Он оправдал логику Сталина. Он также, как и его предшественники, которые описывали тот же исторический сюжет, очень жестко отзывался о польской нации, о Польше как стране. Получается так, что Сталин был во всем прав. Все остальное, в общем, не выходило за пределы более или менее такого церемониального разговора о том, что нужно сделать лучше, больше, чище, углубить и усугубить. Ну, собственно, вот такова роль президента. Он ее прекрасным образом сыграл, дал повод еще порассуждать, как можно вообще усидеть на одном месте 4 часа 20 минут. В общем, все примерно как всегда.